Платили за съемную комнату или приятное время препровождения в сауне. Получали ничего. Такая печальная участь постигла ярославцев, которые шли на сделку с мошенниками. В Дзержинском районном суде начался процесс по уголовному делу Виктории Соловьева и Алексея Пешкова. Ими инкриминируют мошенничество и грабеж. Похищение чужого имущества вменяют и третьему фигуранту Артему Авдееву. Что представляли собой преступные схемы, знает мой коллега Илья Барабанов. В уголовном деле Виктории Соловьева и Алексея Пешкова 17 эпизодов. Два из них грабежи, оставшееся большинство – мошенничество. К нему третий фигурант Артем Авдеев отношения не имеет. Тем не менее, все участвуют в едином судебном процессе. Согласно разработанной схеме, Соловьева и Пешков подыскивали претендентов на свои квадратные метры, занятые комнатой в общежитии. Нуждавшиеся в съемном жилье подписывали фиктивный договор найма, передавали деньги, но приходили в комнату, которая на самом деле не сдавалась. Действовала и другая схема нелегального заработка. Подсудимый Соловьевой заводилась на сайтах знакомств анкеты с указанием данных девушек о том, что они хотят познакомиться с молодыми людьми. Подыскивала молодых людей, предлагала встретиться для совместного времяпрепровождения в сауне. Под видом администратора сауны Пешков получал денежные средства в качестве оплаты за аренду сауны, после чего никаких услуг по времяпрепровождению в сауне уже в дальнейшем потерпевшим не оказывалось. Виктории Соловьевой и Артему Авдееву по 26 лет, Алексею Пешкову 27. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и в его действиях усматривается рецидив. Свою вину трое подсудимых признали и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Это значит, что процесс не затянется, а займет 2-3 дня. Наказание в виде 6 лет, 6 месяцев лишения свободы каждому из подсудимых, а именно Соловьеву и Пешкову, будет являться справедливым и соразмерным характером общественной опасности совершенных преступлений. Подсудимому Авдееву также полагаю необходимым назначить наказание в виде реального лишения свободы, поскольку преступление тяжкое им совершено в период отбывания условного насуждения по предыдущему приговору суда. Все преступления совершены в Дзержинском районе. Общий ущерб почти 100 тысяч. Потерпевшие заявили иски на возмещение своих денег. Илья Барабанов, Максим Сушанов.